Оксана, привет. 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 Привет, привет. У нас в гостях бывают разные люди. Мы приглашаем для интервью людей из разных профессий для того, чтобы посмотреть, чем человек занимается. И, конечно же, поскольку мы соционикой занимаемся, нам еще интересен соционический тип, с которым уже определимся ближе к концу. А для наших зрителей расскажи, пожалуйста, в общих чертах, чем ты занимаешься. Так, ну вот я психолог по образованию, по призванию и ну как-то вот по жизни можно даже так сказать. У меня высшее психологическое образование. Какое-то время я работала в школе, потом из школы я ушла и в данный момент открыла частную практику. И вот мы в кабинете, где я, в общем-то, и встречаюсь с людьми. Вот. То есть у тебя практика и с детьми, и с взрослыми? Да, да. То есть изначально, когда я организовывала свою практику, я открывала кабинет для работы с детьми. А так как я вообще человек, который постоянно учится и познает что-то новое, когда я пошла учиться в гештальт, то я поняла, что работа со взрослыми людьми доставляет не меньше удовольствия, чем работа с детьми и родителями. Вот. И сейчас даже могу сказать, что большая часть моих клиентов – это взрослые люди. Да. Анна, скажи, пожалуйста, как ты для себя психологию открыла? Или она открылась для тебя? Так, да. Ну вот психологию я, наверное, для себя открыла я лет в 15. То есть я как-то всегда интересовалась людьми, тем, что у них происходит вообще в жизни. Я помню, что и в садике у меня был интерес к тому, чтобы наблюдать за людьми, как-то выручать их в сложных там каких-то жизненных ситуациях. И лет в 15 я уже консультировала людей в подъезде. Да. То есть это… Первая психологическая консультация в подъезде. Да, да, да. У меня был на консультации молодой человек, который пытался построить отношения с девушкой. И как-то пошла такая молва о том, что если обратиться ко мне за советом, то как-то отношения налаживаются. И как у него сложилось? Да, у него сложилось, да. Но я не знаю, как сейчас у него там всё сложилось, потому что я уже потеряла с ним контакт, но я знаю, что те методы работали. Да. Ну, это я ещё не изучала прям психологию, но я как-то интуитивно знала, как общаться с людьми. Поэтому, в общем-то, занимаюсь этим давно. Наши зрители, я думаю, уже знают, в каких случаях бывает, что это работает интуитивно. Да. Да, да, да. Хорошо. А у тебя, получается, среди клиентов дети… А насколько маленькие дети были? Вот минимальный возраст. Так, минимальный возраст, ну, до трёх лет. Ого. Да, то есть где-то, наверное, 2,8 вот такой вот возраст был. Это самого младшего моего клиента. А самый старший клиент? Так, самый старший, сейчас я подумаю. Основная категория, наверное, клиентов – это лет 26-28. Такая вот в данный момент у меня, да, история. А самый старший, ну, наверное, примерно моего возраста. Вот такой же, да, где-то вот такой возраст. То есть люди старшего поколения, которому лет 60, они не приходят? Пока нет, нет. Но меня интересует эта категория людей, потому что я думаю, что там тоже с ними много интереса вообще возникает так, если они пытаются улучшить качество жизни. И вообще, наверное, я думаю, психология их интересует. Я думаю, да. А с какими клиентами сложнее всего работать, с какими легче всего? Сложнее работать с теми клиентами, которые периодически попадают в мои переживания, в мои травмы, например. Потому что мы, как психологи, тоже такая травмированная категория людей. Вот с ними сложнее всего. Когда приходят клиенты, говорят о том, что прям попадают в твою боль. Вот это сложно. Сложно удержать нейтральную позицию, не слиться в этот момент с ним, а сохранить себя в этом контакте. Вот это вот так. И тут не в возрасте дело, не важен пол этого человека. Вот именно то, что резонирует. А в таких ситуациях психолог может справиться с таким пациентом? Нет, не пациентом, а клиентом? Или это правильно лучше? Ну, конечно, психолог что делает? Если он попадает в свое переживание и чувствует, что сохранить свое равновесие очень сложно в этот момент, мы всегда берем супервизию. Это раз. А во-вторых, психолог – это человек, который постоянно находится в своей личной терапии. Соответственно, те вопросы, которые возникают, и сложности вместе с клиентом, мы разбираем на супервизорских группах или в супервизии личной, или прорабатываем свои какие-то моменты в личной терапии. А клиенты, с которыми легче всего? Ну, мне легче всего, конечно же, самая такая легкая категория – это дети. Потому что с детьми я отработала много лет, и с ними я погружаюсь в такое легкое детское состояние. Вот так я могу сказать. А с родителями, когда я работаю в детско-родительских отношениях, что происходит? Родители часто видят в детях те проблемы, которые есть в них, например. И в себе, если они не принимают этот момент, то и не принимают в ребенке. И тоже такая интересная. С родителями, с детьми легче всего. Вот, в налаживании контакта между родителями и детьми. Подростки бывают сложные, вот для меня в данный момент. Такая тоже категория. А в чем там сложность? В чем там сложность? Наверное, в том, что в подростковом возрасте это бунтари, это импульсивность, это желание сепарироваться от родителей. И как вот это сделать гармонично и для ребенка комфортно, чтобы ему было, чтобы он не разрушил и себя, и других. Вот. И в то же время не зажать его, не пережать, а наоборот дать возможность ему открыться. Вот. Такой вопрос. Вот среди, может быть, тех молодых людей, до 30 лет, которые к тебе приходят, какие тенденции ты ярче всего замечаешь? Может, у них есть что-то типичное? Ну, наверное, типичное я так не скажу, но приходят молодые женщины, которые либо в процессе построения отношений с мужчинами, либо в разводе, например. Хотя вот, ну вот в основном это женско-мужские отношения. Вот так я могу сказать. Типичное, наверное. Я так вот замечаю, что, например, сложно предъявлять себя женщине, предъявлять себя такой, какая она есть в контакте со своим мужчиной. Мне встречаются женщины, которые, ну, наверное, немножко стараются подладиться под мужчину, немножко, как скажем так, немножко притушить свои желания, свои особенности, свои яркие какие-то там проявления, например, себя, для того, чтобы не выводить на сильные эмоции мужчину. Вот такие вот бывают у меня вот моменты, да. И тогда что в итоге получается? Женщина начинает от этого страдать. Она замыкается, она подавляет в себе свои естественные проявления, и в результате уже сложно быть собой, когда это действует на какой-то определенной привычке, например. А с чем это связано обычно? Вот такое желание подстроиться и себя притушить, предпушить? Ну, я думаю, что это идет из детства, наверное. И, наверное, модель поведения, в которой вырастают такие женщины, наверное, она каким-то образом влияет на то, чтобы сохранить брак, чтобы в браке было меньше конфликтов, например. Вот как вариант. Немножко в сторону от психологии отойдем. Расскажи, пожалуйста, какие качества в людях ты ценишь больше всего для своего какого-то личного круга общения? Ну, я, во-первых, конечно, ценю честность в людях. То есть, когда человек максимально естественно предъявляет себя, когда он честно говорит о том, кто он такой, даже если он, не знаю, ругнется матом или очень ярко проявит свои эмоции, может там, я не знаю, либо расплакаться, либо наоборот. Ну, то есть, максимальную естественность и честность я ценю, да. Это, мне кажется, сейчас для меня самое вот такое ценное, на что я реагирую. И когда я это вижу, я прям понимаю, что да, это прям круто-круто. Прям вот такое, что можно. И мне, соответственно, с этим человеком легко. И я тогда с ним, естественно, я уже не сторонник того, чтобы вот какие-то были правила в предъявлении себя. Это говори, это не говори, это можно, это нельзя. Ну, вот я за естественность такую. А какие качества ты сложнее всего принимаешь в людях? Сложнее всего, наверное, когда я доверяюсь, когда я открываюсь. А, например, в итоге понимаю, что эта открытость может быть использована против меня. Вот. То есть, когда люди узнают какие-то мои слабые места и начинают использовать их в своих интересах. Вот. Да. А вот у нас есть такое большое задание, когда человек даёт пояснение термином. И просто своими словами объясни, как ты понимаешь, как тебе видится, вот что такое мораль. Например, зачем она нужна. Мораль? Да. Мораль всей басни такова, вот что вспоминается. Мораль. Ну, вот я это так понимаю, что мораль – это общепринятое в каком-то определённом социальном круге людей. Общепринятая ценность, общепринятые взгляды. И мораль – это то, что взрослое поколение передаёт младшему. Вот так, наверное, для меня это. А кто такой человек? Человек – это организм. Это многоклеточный организм. Это цветущий организм. Это пышный организм. Это вселенная. Это целая жизнь. Да. А Бог? А Бог – это отец этой вселенной. Так, наверное. А кто такой зануда? Зануда – это категория людей, с которой мне сложнее всего. Зануда – это человек, который из раза в раз повторяет одно и то же. И даже если происходят изменения, он всё равно повторяет, как будто бы этих изменений нет. Неважно, повторяет ли он слова, действия, поступки. Это такой скучный тип. Такой вопрос. А в выступлении перед публикой есть две ситуации. Научный доклад и выступление музыканта. Как тебе кажется, что нужно сделать, чтобы выступить хорошо? В этом случае и в этом случае. Так, научный доклад или выступление музыканта? Ну, выступление музыканта – это такое прям вот… Надо попасть в своё расслабленное состояние, когда ты такой, как есть. То есть, я думаю, выступать музыканту легко, когда он в компании своих единомышленников, в компании своих друзей, в глаза которых он смотрит, ему легко проявить свой талант и так далее. А если друзей нет по близости, то есть, если это какой-то большой концерт, как быть? Сольный исполнитель, например. Отдаться процессу. Ну вот я, допустим, я представляю себя, опять же, конечно, играющей на пианино, например. Если я выступаю перед публикой, то я играю и занимаюсь, погружаюсь в то, что я делаю. То есть, я вижу клавиши, я вижу ноты, и как будто бы я остаюсь сама с собой в этом творческом процессе. Вот. Это так. А если петь и смотреть на зал? Блин, это сложно. Но вот петь и смотреть на зал. Петь и смотреть на зал. Ну, тогда можно, наверное, интуитивно выбрать человека, который похож чем-то на меня, например, на конкретно выступающего, и петь ему, вступать с ним в контакт. И когда с одним установлен контакт, то можно потихонечку осваивать контактирование с другой, ну, с другой публикой, так скажем, с остальными зрителями. А научный доклад? А научный доклад, первое, я думаю, что это взаимодействие с аудиторией. Доклад не должен быть скучным, занудливым, он должен быть тоже живым, с какими-то, например, примерами из жизни, с какими-то историями, с какими-то, может быть, даже иногда заготовленными шутками, например. Вот. Он должен быть, естественно, научным. То есть, ну, тут должна быть серьёзная база и должна быть подготовка, если вдруг по этой теме начнёт задавать вопросы. И если на них будет легко отвечать, то, я думаю, да. Ну, то есть, это подготовка, это прям чтение литературы, изучение вопроса, и тогда да. Такой глобальный вопрос. Какие тенденции в современном обществе или даже в мире ты замечаешь? Идём вся глобальнее и глобальнее. Да, да, да. Вы как-то расширяете вообще прям сферу вашего интереса. Так. Какие я тенденции замечаю? Ну, я замечаю тенденции к тому, что общество становится свободнее. Это раз. К тому, что реализовывать оно может себя в разных областях, например. Это не называется какой-то определённой профессией, но человек талантлив, например, да. И этот талант может проявляться во всём. То есть, вот у меня ощущение, что именно деятельность человеческая, вот как-то она становится более свободней, легче. И отношения тоже становятся свободнее, отношения между взрослым поколением и младшим поколением. Ну, как-то всё про свободу, я замечаю. Но, конечно, иногда встречаю то, что появляется больше праздности, например, вот какой-то вот такого искусственного времяпровождения для того, чтобы испытать какой-то адреналин, какой-то кайф, какой-то драйв, нежели сосредоточиться на каких-то внутренних там ощущениях, например, и так далее. Да. А расскажи про Калининград. Чем он тебе нравится, а чем не нравится? Что бы ты в нём поменяла? Что Калининград? Калининград для меня это такой исторический культурный центр. Я так ощущаю его, этот город, как город, который имеет какое-то культурное наследие определённое. Я иногда фантазирую по поводу того, кто мог ходить по брусчатке на одной улице, на другой. Это обилие таких вот архитектурных памятников, например, где чувствуется своя вот эта атмосфера. Это вот он мне этим нравится. Плюс к тому же я его считаю очень современным городом, и люди здесь такие достаточно свободные и европизированные, например, нежели в России. В большой, как я и делала. Да, в большой России. Да, 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 да. А чем он мне не нравится? Чем он мне не нравится? Ну, блин, так, конечно, мне сложно сказать, чем он мне... А, ну вот он мне не нравится тем, что появляется вот, наверное, много многоэтажек, появляется какая-то однотипность в этих зданиях. То есть, когда, например, строят микрорайоны, я думаю, что это прям очень замечательно со своей инфраструктурой. А когда всё они превращают в какое-то вот, наверное, времена савдепии, меня это прям бесит. Я когда вижу савдеповские знания, я, блин, ну, раздражаюсь. Вот. А какие страны тебе хотелось бы съездить, или ты, может быть, уже туда ездила? Что там понравилось? Ну, вот хочу я в Португалию съездить. У меня почему-то такое совместное с моей семьёй желание. Я там никогда не была, но я там фантазирую, например, по поводу того, что такое Португалия. И мне интересна Мексика. Мексика меня привлекает тем, что, мне кажется, они очень бодрые, радостные, счастливые. Они постоянно поют, ходят в этих огромных шляпах. Но вот такой у меня фантазийный мир на этот счёт. В Португалии, говорят, тоже все такие довольные, расслабленные. Вот, вот. А, и хочу очень в Италию. На удивление, я там не была. Да, да, да. Мне очень нравятся итальянские семьи. И когда мы вот бываем в Испании, например, если я вижу очень сильно жестикулирующих этих ярких людей, громко выясняющих отношения и радующихся при этом, при этом я обязательно спрошу. Это вот итальянцы? И мне скажут, да, я, блин, класс. Ну, и Сири, можно, есть чему поучиться. Вот они как будто сами собой, такие, какие они есть. Да. Хорошо. Такой вопрос. Смотришь ли ты или читаешь новости какие-то, что происходит в мире? Ну, сейчас я уже меньше это делаю, я так могу сказать. Но, в принципе, я в курсе того, что вообще происходит. Я очень редко читаю про войны, потому что, ну, как-то для меня это труднопереносимые переживания. Ну, вот, про то, что вот в этой сфере творится. А так, новости, ну, редко, да. Ну, в общем, в целом я могу сказать, что в мире творится. А в каких областях интереснее всего что-то узнавать, следить из событий? Ну, меня интересуют какие-то научные открытия, например. Что произошло в сфере медицины, куда двинулся научный прогресс в изучении каких-то заболеваний, в их лечении, откуда природа каких-то там сложностей в организме и так далее. Вот эти больше меня интересуют. Очень сильно я попадаю в глубокие переживания, когда происходят какие-то катастрофы. Ну, особенно авиакатастрофы или вот всё, что связано с транспортом. Вот так, можно сказать. А как ты относишься к тому, что вот у нас 21 век, и до сих пор войны происходят, границы государств меняются, и войны всякие происходят? Вот такие всякие явления. Ну, я так думаю, вот, может быть, я сейчас это грубо так скажу, но это какое-то человеческое, образно скажем, сумасшествие. Мне кажется, есть более цивилизованные способы решать эти проблемы. Так я могу сказать. Но если рассуждать, конечно, на эту тему, я против войны. Я за то, чтобы люди учились договариваться. Опять же, если, допустим, развивается медицина, то развиваются и способы общения между другими людьми. То есть та же конфликтология, её изучение ведёт к тому, как люди могут договориться между собой. И тогда, я думаю, напряжение спадает. А тебе не кажется, что вот эта кровожадность – это в природе людей, что это не сумасшествие, что это нечто естественное? Ну, кровожадность… В любви – это потребность. Воевать. Да. Да? Потребность воевать. Ну, может быть, есть в этом какое-то что-то такое животное. Может быть. Но я всё-таки за цивилизованное общество. Что есть, например, есть эта кровожадность, её можно реализовать на охоте, на рыбалке. То есть способов проявить эту кровожадность предостаточно. Есть тот же спорт, например, там, я не знаю, гольф, там, что там, стреляние из лука, там, да, метание копья. А, что ещё вот этого, который… Молотые что-то. Да, 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 китание молото. Ну, можно же так, более мирным путём. А убивать другого человека, ну, как-то, я не знаю, других людей, группы людей. У меня такой вопрос. Есть такое мнение, что все люди равны, что ты об этом думаешь? Ну, все люди равны, но есть кто-то более равный. Некоторые равнее. Некоторые равнее, да. Некоторые равнее, да. Ну, наверное, просто, почему я так думаю? Потому что общество устроено так, что есть лидеры, есть принимаемые, есть отвергаемые, есть изгои. И от этого, наверное, никуда не деться. Это такая социальная иерархия определённая, ну, вот для меня лично. Так я думаю. Поэтому, да, кто-то есть все равны, конечно, но не всегда. А вот в социальной иерархии есть много довольно-таки людей, которые борются за то, чтобы были все равны, чтобы равенство было. Что ты думаешь о такой борьбе? Они как раз эту иерархию хотят изжить. Ну, я думаю, на мой взгляд, это невозможно. Всё равно люди, есть такой тип людей, который склонен к тому, чтобы подчиняться, следовать за лидером, например. Есть лидерские качества, как проявления человека, который он погасить в себе не может. Где бы он ни оказался, он всё равно будет организовывать какие-то определённые процессы. Вот, я думаю, так. Есть люди, которые нарываются на скандал, ну, например, тоже, которые могут закрутить какую-то агрессивную движуху, например, для того, чтобы скинуть напряжение. Вот, поэтому я думаю, что это природа человека. Сохранять какую-то иерархию определённую. Я немножко в сторону психологии. Не знаю, насколько можно вообще такой вопрос задавать. Наверняка у тебя в практике были какие-то дикие или курьёзные ситуации. Можешь что-нибудь рассказать, вспомнить? Ага, курьёзные такие. Ну, вот мне вспоминается сейчас такая вот история с ребёнком, когда, ну вот действительно, у ребёнка проявляются очень-очень активно лидерские качества, а родители хотят его сделать более уравновешенным. И тогда они ломают ребёнка. И приводит это, конечно же, к таким тяжёлым последствиям. Потому что, допустим, здесь в кабинете он один, он рычит, он забирается под стол, он прячется за какие-то стеллажи, потом он резко выпрыгивает. Ну, то есть есть моменты, когда дети просто здесь ползают, играют в динозавров, отыгрывают шипящих змей, например. Вот это такой процесс интересный, когда на самом деле можно проявить свою суть такую вот. Ну, вот такие моменты. Может, какие-то смешные там нелегкие ситуации были в практике? Не приходит ничего? Ну, приходят такие, блин, такие ситуации, когда, да, 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 такие очень личного характера, да. Ну, есть такие случаи, да. Ну, что ты нам потом расскажешь. Да, 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 да. Ну, сохраняя конфиденциальность, естественно. Конечно, тайный исповедь. Такая вот, представим такую ситуацию. Ты попала в коллектив, недружелюбный по отношению к тебе. Как ты думаешь, почему так произошло и что ты будешь делать? Угу. Так, недружелюбный. Вообще, я редко в такие коллективы попадаю. Ну, есть пофантазировать. Пофантазировать. Да, вот ты настроенный прямо против тебя. Ну, блин. Угу. Что я буду делать? Или почему они так настроены? Почему так могло произойти? И что ты будешь делать с этим? Так, ну, это я сейчас буду проекцией, конечно. Конечно, я буду вам раскрывать свои тайны, так скажем, да. Но всё равно никто не заметит. Да, да, да. Ну, не все же у нас там психологи. Да, да, да. Так, ну, например... А, ну вот. Кстати, вот эта тема лидерства меня зацепила. И, видимо, вот пошёл мой такой вот этот круг. Например, я проявляю свои организаторские способности и каким-то бессознательным поведением вытесняю того, кто претендует на эту роль, роль лидера. И тогда он может начать воспринимать меня агрессивно, например, и начать со мной соперничать. И тогда, ну, блин, тогда это такое вот как толкание друг с другом, такое вот агрессивное взаимодействие. Агрессивное взаимодействие, да, вот по поводу того, кто здесь главный, кто здесь лидер, наверное, вот так могу сказать. И если в комнате или в каком-то небольшом помещении собрать всех лидеров, рано или поздно всё равно один окажется более главенствующим. И дальше выстраивается обычная социальная иерархия. Так я думаю. Ну, вот по поводу лидерства, я думаю, много напряжения. А как тебе в ситуации такой вот борьбы, конкуренции, залидерства? Ну, иногда бывает сложно, но когда я это понимаю, когда я это осознаю, что происходит, я, первое, я не предаю себя. Я продолжаю вести себя так же, естественно, как есть. Ну, кому-то либо приходится уступать, либо уступаю ли я? Да, да, я уступаю, я могу иногда уступить, когда я действительно понимаю, что человек, например, или имеет больше опыт в какой-то определённой деятельности или там в профессии, который имеет большую теоретическую подготовку там и так далее. Я могу уступить, что вот даже мне с ним круто, вот так могу сказать. А такой вопрос. Есть ли какие-то люди известные из современных или исторических, которые тебе чем-то симпатичны, или, может быть, они тебе являются чем-то примером? Своими достижениями или высказываниями, или тем, какой ты человек? Ну, мне сейчас вспоминаются женщины, кстати, тоже. Ну, вот, например, Екатерина II мне вспоминается. Мне вспоминается дворец, в котором она жила. То есть, вот, мне кажется, что мы с ней можем быть чем-то похожи. Вот так я могу сказать. А чем она тебе привлекательна? Привлекательна она мне, первое, тем, что она сохранила свою женственность, несмотря на то, что она занимала всё-таки, да, такую лидирующую позицию для России. Тем, что она знала, что она делает, тем, что она как-то хорошо обращалась. Она хорошо обращалась с собой. Вот, так, наверное. Мне нравятся такие женщины. Активные, боевые, яркие, которые умеют быть самой собой. Мне кажется, у неё хороший большой круг общения. У неё есть люди, с которыми она очень близка, ну, вернее, были. Вот. И мне нравятся её отношения с мужчинами. Оксана, если бы ты стала мэром Калининграда, какие бы у тебя были инициативы, предложения, что бы ты хотела организовать, изменить, что-то убрать, что-то принять? Ну, знаешь, вот про мэра я тебе могу сказать, что мне нравится, когда мы... Вот мэр нашего Калининграда, опять же. Он молодой. Вот я считаю, что мэр должен быть молодой, современный. Ну, вернее, губернатор, да. Он должен быть современный, активный, бодрый, достаточно яркий, радостный. И учитывать желания людей. В первую бы очередь я реставрировала бы памятники архитектуры. И я бы как будто бы даже навела порядок там, где его нет. Ну, в плане вот чистоты, красоты. Может быть, я сделала бы больше парков. Я бы, например, посадила много цветов на клумбы. Вот что-то такое, вот визуальное такое вот ощущение, что город действительно вот пышный, цветущий. Этим мне очень нравится Корея. Вот я... А расскажи тогда про Корею немножко. Что у тебя впечатление? Да, вот про Корею у меня очень хорошие впечатления. Во-первых, там как-то очень организованные люди. Доброжелательные, приветливые. И несмотря на то, что говорят о том, что у них высокий уровень самоубийств, но я разобралась в этом вопросе. В плане того, что у них, конечно, культ красоты. Единственное, что меня смущает, подростки по этому поводу очень сильно переживают. И вот именно самоубийство-то связано с тем, что люди не принимают свою внешность. А вообще, ну вот реально очень доброжелательный, приветливый народ. Такие они аккуратисты. У них очень хорошо развиты современные технологии. Ну, блин, опять же, порядок на улицах. Там нет... Ну, не на всех, конечно, улицах. Но, да, вот этим мне запомнилась страна, да. Организованность и так далее. А? Кей-поп любишь? Кей-поп? Это что такое? Ну и слава богу. Там эти популярные группы из Кореи, там такие сладенькие мальчики поют. У нас тут вообще по всему миру это очень популярно. Не, ну сладенькие мальчики в Корее, конечно, присутствуют. У них даже есть направление косметики для них. То есть определенный тип помады, который максимально естественный. Он такой немножко имеет оранжевый цвет. И они периодически, перед тем, как фотографироваться, у них популярные вот штативы, они с ними ходят. Перед тем, как фотографироваться, это нормально. Потому что парень достает зеркальце, тын-тын-тын, подмазал губки и... Припудрился. Да. Тени поправил. Да, да. Там очень много молодых людей, ухоженных. Но меня такое пугает. Ну, в плане того, что как... Ну, я не думаю, что Екатерине Второй понравились бы такие припудренные парни. В 18 веке там припудривались, по-моему, нет? Ну, может быть, они волосы припудривали. А волосы? Волосы как-то. А лицо? Да, лицо вряд ли, я думаю. Ну, по крайней мере... Вам виднее, женские эти все штуки. Да, да, да. А косы были, и у них специально припудривали. Ага. Ага. Косы были. Да. Хорошо. Такой вопрос. Как ты думаешь, вот, что нужно в жизни сделать, чтобы прожить жизнь не зря? Что такое? Программа максимум? Или, может быть, есть примеры людей, которые прожили жизнь не зря в последующем времени? Угу. Ну, очень много примеров людей, которые прожили жизнь не зря. Для меня это ученые, которые совершали открытия. Вот я вспоминаю, мне кажется, не знаю, очень хочу изучить труды Тесла. Ну, например, вот для меня он очень интересен сам по себе. А чтобы, вот, например, обычному человеку, такому, как я, жить, жизнь прожить не зря, ну, мне кажется, это вот такое сохранение семьи, рождение детей. Если этого семейного дела не было, то организация этого семейного дела. То есть меня вдохновляют истории, когда из поколения в поколение семья врачей, учителей. Династии. Да, династии меня очень привлекают, да. А как ты думаешь, какими качествами должен обладать человек, который идет в психологию? Хочет стать психологом? Ну, как-то, во-первых, умение слышать людей. И самое главное, это вообще интерес к человеку. Просто чтобы было интересно, какой устроен его мир. Потому что решение проблем всегда лежит в самом человеке, в первую очередь. А постоянная ситуация, вот, среди тех, кто идет на психологов учиться, люди хотят решить свои проблемы, в первую очередь. Да, конечно. Это правильный путь? Ну, я с таким встречаюсь часто, да, что именно психологи, они в первую очередь идут решить свою проблему с научной точки зрения. Потому что люди, наверное, тогда и возникает интерес, что происходит со мной в той ситуации, когда я не чувствую себя комфортно. Я хочу разобраться, что со мной в первую очередь. И тогда уже, да, это хороший способ. А тебе встречались психологи, которые получили образование, ведут практику, но при этом они со своими собственными тараканами никак разобраться не будут? Или они им даже мешают, и они начинают даже что-то проектировать на своих клиентах? Я думаю, да. Мне встречались такие психологи в начале моего пути. Что такое психолог? Это человек, не только изучивший теоретические основы психологии. Это в первую очередь человек, который на практике столкнулся с возможностью решить какие-то свои внутренние сложности. Для меня очень важно, когда психолог общается с другими психологами, когда он состоит в сообществе, когда есть супервизии, для того, чтобы сам психолог не отрывался от реальности. Мне не нравится психолог-учитель, который действует как наставник, который рассказывает человеку, как жить. Делай так, делай так, и будет тебе счастье. То есть для меня это непрофессионально, на мой взгляд. То есть человек должен сам прийти к тому, чтобы найти способ решения своей проблемы. А такой вопрос. Как человеку выбрать себе психолога? Кто-то решил пойти в терапию, решить какие-то свои сложности жизненные. Как выбрать психолога? Смотрят на интернете. Вот такие тетечки, вот такие дядечки. И все пишут, как у них все классно, кого выбирать. Или ты пришел на первый прием к психологу, вообще непонятно, что происходит, если ты какой-то человек, о нем нужно о чем-то говорить. Вот как понять, будет этот контакт, будет контакт, сколько времени нужно пройти в какой-то сессии? Я когда начинала только работать, еще в школе я работала, я прочитала такое выражение. Если после первой встречи с психологом тебе уже стало немножко легче, то это твой человек. Но, кроме того, я придерживаюсь такого правила, что если что-то идет не так, например, и что-то подсказывает, что пора уходить от психолога, то надо тогда уходить. Да, есть механизмы сопротивления и так далее, но грамотно выстроенный контакт с психологом, в общем-то, создает такое безопасное пространство, когда ты доверяешь мастеру. Да, это вот как-то на внутреннем таком ощущении. Ну и я, конечно, за то, чтобы психолог имел высшее психологическое образование, чтобы он действительно состоял в сообществе профессионалов. И не стесняясь, можно спрашивать, где вы учились, как вы учились, кто ваш учитель и так далее. Да, это важно. И личка должна быть у психолога, личная терапия. То есть там картинки, и нужно описать то, что ты видишь, своими словами, вот максимально все, что приходит в голову, но ты психолог, ты знаешь, что все ответы правильные, которые приходят. Да, да, да. И на твой взгляд, какая в этом всем идея, если ты ее видишь. Если не видишь, то ладно, к следующей картине просто переходишь. Начинаем? Да. Так, ну что, первая картина – это такая вот природная история. Я тут вижу часть живой природы, часть природы погибшей, например. Как будто мне кажется, что за пределами этой картинки было либо извержение вулкана, вот что-то такое. И часть деревьев пострадала и ушла в это озеро под воду, да. Я думаю, что здесь как-то что-то связано со стихией, с тем, что несмотря на природные катаклизмы, можно сохранить красоту, естественность. Тут потому что маленький кабанчик присутствует, который пришел к этому источнику напиться воды. Ну вот про жизнь, про живое, что идет обновление природы. Что-то уходит, часть остается, и я там вижу такой вот фонтан, который не дает этой воде застояться. Вот так. Хорошо. Следующая тебе? Так, следующая картина. Ой, ну это картина. Значит, что тут? Я тут вижу, что, конечно, это отношения мужчины и женщины, это раз. Женщина такая достаточно игривая, и мужчина для нее привлекательным является. Он ее изучает, рассматривает, и идея в том, что мужчина и женщина интересны друг другу как партнеры для построения дальнейших отношений. Вот так я вижу. Но они разные. Женщина нежная с цветами, мужчина деловой, строгий, с бородой. Вот. Да. Ну что, разные, да. Планеты, так скажем. Так, это что? Это какой-то Эверест, наверное, не знаю, это такая гора, это про преодоление трудностей, про то, что не нужно никогда останавливаться, если ты собрался добраться до вершины горы. Но наступают такие моменты, когда, действительно, взбираясь на гору, нужно остановиться, осмотреться, подумать о том, что происходит в метеоусловиях, какой ожидается прогноз, опять же, и рассчитать свои силы. Вот. Здесь про то, что не забывай, ты, конечно, крут, но природа круче. Вот так, наверное, да. Так, это три сестры, это три сестры, но вот, ну, это пошли дальше мои проекции. Я старшая сестра, листаю журнал, младшая моя двоюродная сестра, но тут вообще моя семейная прям история, что вот мы прям девочки-девочки, что да, женское общество приносит много наслаждения. Можно говорить о мужчинах, о нарядах, листать журналы, изучать там какие-то современные тенденции научные, опять же, там, например, или так, ну, да, 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 про женскую дружбу. Но иерархия тут тоже есть присутствует. А как ты это поняла? А как я это поняла? А как я это поняла? Как главная? Ну, главная, которая сидит в центре. Мне кажется, она старшая сестра, но это я уже полностью в своей проекции, в плане того, что всё-таки я была старшей сестрой. Вот. И это мои две сестрички мои. Так, ну, это вот космос, природа, что надо быть очень бережным к земному шару и так далее, что научно-технический прогресс, направленный не в ту степь и создание каких-то индустрий, может погубить нашу природу. Ну, такое вот, ну, сильно философского назначения. Вот такую картину можно смотреть долго. Так, а здесь, а здесь, а здесь картина о том, что происходит смена поколений. Женщина родила дочь, дочь родила ещё дочь, дочь ещё дочь и так далее. Это вот семейная история, это про тот вопрос, когда, про тот вопрос, когда, что можно оставить после себя. Вот, мне кажется, это вот такая дружная атмосфера, когда каждому новому члену семьи радуется. Ну, здесь что, что, что? Ну, здесь страх, страх, страх. Но если бы, например, про идею, я бы, наверное, сказала так, что, чтобы не доходить до такого состояния, со страхом можно встречаться, разбираться. Состояние, состояние агрессии, злости, это тоже, даже если это труднопереносимые чувства, лучше, чтобы они выходили и не доходило вот до вот этого. Да, потому что это он. Ну, это Есенин, следующая картина. Есенин, да, Есенин вещает, ну, блин, Есенин крут, мне нравится Есенин, да. Это корейская девушка, которая любуется своим изображением и, наверное, рассматривает так близко себя, что уже себя не видит, наверное, так. Так, если хочешь себя увидеть, то можно немножко отодвинуть от себя объект исследования, так скажем. О, это я, вот. А, тебе понравилось, что ты думаешь? Да, 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 вот это, ну, такая женщина, которая очень довольна собой, примерно в таком же возрасте, как и я, да. И вот, ну, вот, сидит и думает, как классно вообще, жизнь удалась. Я не всегда так думаю на самом деле, но это вот, наверное, такое моё счастливое состояние, когда даже такая чуть разрумянилась. Да, и рядом с ней интересный собеседник, это точно. Да, она с близким человеком рядом. Большое спасибо, Оксана, за ответы, за интересный рассказ. Спасибо вам большое. Я очень рада с вами прям встретиться. И для меня большая честь, что вы мне вот предложили в этом поучаствовать. Верю в профессионализм Екатерины и Тимура. И с лёгкостью доверяю вам исследования своей личности. И очень надеюсь на то, что я узнаю о том, каким я являюсь типом психосовским. И социаническим описанием. И социаническим, да. Спасибо вам огромное. Я очень рада. Мне было весело и задорно, потому что вы для меня именно такая пара. Весёлая, задорная, естественная, научная и современная. Мы стараемся, чтобы было весело и задорно. Да, да. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.